Здравствуйте, друзья! Снова сад Железова. Сразу отвлекаюсь, видите? Вот они, новый сорт, пока новый. Это так, к слову. А сейчас мы начнем говорить о серьезнейших делах. Вот вишня, которая везде погибает, у нас болезней вишни нет вообще. Нам это не знакомо, даже на искалеченных деревьях. Вот, наверное, семишки вариант достоин переезда в Россию, имеется ввиду европейскую Россию. Сейчас я вам познакомлю с одними чудес. Я это называю Ксении, как называл Мичурин. Можно по-современному называть это. Вот. Телегонии. От кого непонятно, я вас отправляю в Википедию. Итак, самые простые, самые, назовем их, заварядные вишни. Обратите внимание на размер листика. Сейчас поверьте, мы будем сравнить от простого к сложному и к черешне. Видите, вот такие вот. Вот они и листики, видите, смотрите. Они наиболее, как бы сказать, еще не на сердечко похожи, но близко к этому. Вот. Одна ветка, вот та нижняя ветка, вот она. Вот. И вот что случилось. Она начинает, скажем, годом укропляться. Вот уже ветка, которая ниже, вот такая вот. Но она все-таки кислая. Культурно ее не назовешь. Здесь когда-то был прививкой сделанным. Причем мой вигнативный дюк, я вот здесь прям оживил, вот здесь вот. И ждал, когда он еще укропнется. Ну, что-то есть. Смотрите, вот среди этого, этого, видите, уже получше. Получше. И вон там еще лучше. И уже тянет на вишню, чуть ли не на Владимирскую. В средней полосе, где вишни не привают, в средней полосе России, там они в основном такие есть. И еще выше. Они очень даже приличные. Видите? Если видите. Вот. Это уже их, я их уже называю полукультурные. Одна крайность. Теперь вторая крайность. Это черешня. Черешня Боддера. Вот она. На ней были плоды. Вот. Вспоминаю фильм, где я показывал, что плоды, они уже отошли, были даже на вот этой ветке, которая фактически лежит на земле. Вспомнили? Вот. Ну, тут попробовать почти не удалось. Птиц поработали. Да их было немного. Тогда, значит, мы имеем дикую вишню. Это нижняя часть вот этого скелета. Еще раз. Вот это и вот это. Ну, слегка облагороженная вот ее прививкой. Вторая крайность. Вот она. Черешня. Черешня настоящая. И ни одной ягодки нет. Вы скажете, а вон там крупные какие ягоды? И вот тут я вам открываю самую главную загадку. Смотрите. Вот это вишня. Ну, какая вишня? Я не знаю, передает ли фотоаппарат. Размер, размер вот этой вот. Вот она еще созревает. Вот, смотрите. Размер вот этих вишен. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот она. Сейчас. Жалко одному работать. Никому помочь. Вот она такая есть. Вот она. Это идет вот от этого правого деревца. Вот, видите. Она такая есть. Там есть еще. Даже симпатичнее. Вот, видите. А скажете, а левое деревце? Главное, откуда это его взяли с деревца? Посмотрели. Ветка пошла сюда, 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 сюда. Вот она. Вот это шедевр, который не уступает уже южным вишням. Давайте оторвем, оторвем вот эту вот. Одна, вторая. Пусть и спелая. Ну, мне надо как-то показать их во всей красе. Вот, что это чудеса, вот они. Пусть и спелая. Вот это уже настоящая вишня. Вот. Ну, извините, самую спелую штуку попробую. Кислинка есть, очень удобная. Значит, откуда это все взялось? Вот это было дерево. Наверное, ему было лет 10, может, 8, когда я его спилил. От него пошли побеги. Оно было даже, ну, такая еще мельче. И листик был еще мельче. Обратите внимание, вот эта веточка, которую мы сейчас пробовали с нее. Посмотрите, какой у меня лист. Еще не черепсивый. Но это уже как бы дюк, как бы гибрид. А гибридов таких не должно быть. Почему? Надо, чтобы деревья были друг в друга. Вырастили. После этого из косочки и получили. А здесь все не так. Здесь было так, когда это дерево погибло. Честно говоря, я успел. Вишня, они гибнут. Вот, пошла пороса. Вот это. Ох ты, какая она переспелая. Ну-ка попробуй. Серьезно. Вот. Вот это пошла пороса. Вот это пошла пороса. Вот. И, внимание, неплохо, да? Еще раз говорю. Это прививка дюка самодельного. Который я еще раз покажу эту ветку. Вот и сюда начинается. Который я вживил сюда. В дюку вишню. Дюк самодельный. Вегетативный. Так. Когда погибло дерево. Вот эта ветка оказалась. Вот это. Вот это. Две тут. Вылезли из подземли корневой отводки. И, наконец, вот это. Это все самодельное. Так. Далее. Здесь получилось две. Одну оставил дикой. А вторую привил черешню. Получил вот такое чудо. Если вы скажете, что это не черешня. То есть, не я, а вы ничего не понимаете с удовольствием. Это черешневые ветки. Вот они. Жаль, не могу угостить. Уже недели три, как ни одной черешнике нет. Птицы на посту. И вот средняя. Вот это. Еще раз. Вот такая панорама. Вот. Так. Вот черешня. Завершняя. Вот эти две. Сами стали. Вот такими вот. Смотрите. Вот такими вот стали. Крупными, роскошными. Они все не успелые. Погодите. Они еще в полтора раза увеличатся. Ну, давайте с другой стороны посмотрим. Может, что-то еще увидим. Давайте. Вот. Это все одна же. Тот самый дюк. Та же веточка. Та с другой стороны. Посмотрели. Поримовались. На листья посмотрели. Вот они. Два близнеца. Оба из лорца. Это просто получилось случайно, что находясь между черешней, вот она, и вишней. Вишня улучшенная с помощью вегетации, вегетативного гибрида. В середке получилось здесь все среднее. Да, еще не черешня. Видите? Ну, посмотрите, красота какая. Вот. Отборные плоды. Жалко их отрывать, и мне сейчас созревать надо. Но уже во рту сладость есть. Вот это я хотел вам сказать. Для чего? Для того, что понятие Ксении существует. Понятие Телегонии существует. Чего бы там ни писали. Понятие Телегонии, оно очень, как бы сказать-то, субъективно. Отношение к нему не столько научное, сколько нравственное. Вот. А так как связывает с Телегонии понятие о нескольких партнерах, и каждый влияет на потомство, будущее потомство, то, на всякий случай, эта тема практически закрыта. Начинаешь говорить про лошадей, породистых и беспородных. Ага, понятно. Начинаешь говорить про... Ну, к примеру, про породистых сучек и кобелька с улицы, которые их всех испортил. Понятно. Вот. Я даже вот это воспринимаю, что с трудом. То, что я сейчас показываю. Я... Вы сразу посмотрели. Вот отсюда плохо видно. Здесь отборный урожай. Вот. Там у меня четыре... Черешни брянские. Но там слабый урожай. Покажу, смеяться будете. Тогда пойдем в другую сторону. Сейчас начинает накрапывать дождь. И... Я хочу еще сказать. Однажды я... Еще не было интернета. Я сделал статью, называется... Свежая кровь. Иногда перелистываю старое. Сам удивляюсь. Какой я был умный. Я не шучу. Я сейчас многое забыл. Многое не смогу повторить. Может быть, повторить. Знаете что? Итак, я еду... Лечу на Украину. Я нахожусь в аэропорту Москвы. А лететь там в Херсон. Ничего. Давайте поговорим. Сейчас я сяду. В ногах правды нет. Как бы меня забраться. Это место знаете. Видите, желтая? Желтее. Это... Она... Часто крутится. Это... Спасает от черешни моих... Шелковицу. Я, кстати, еще пару слов... Про Шелковицу... Вам скажу. Так, как бы мне присесть. А вот я... Так как уже прошло много лет. Я уже забыл, да, о чем говорил. Сейчас попробую вспомнить. Итак, я в Домодедово или там... Внуково. Вот. Самолет Як-40. Предоставили нам. В самолете оказалось... К примеру. Вот, может быть, это будет вторая серия. Потому что она... Тема шире или ширше, шире. Вот. Поэтому... А я люблю поговорить. А многим нравятся мои околосадовые рассказы. Они имеют в саду отношения, но не самые прямые. Итак. Что же получилось? Нас долго не выпускали. На поле. Наконец подводят Як-40. Мы зашли туда. Оказывается... Господи, боже мой. А это какой-то, видимо, предоставили случайно. Правительственный. Перейдя отдельный салон. Отделанный до чего. Вот. А сзади все как обычно. Ну, то, что называется бизнес-класс. Вот. Я впервые в таком шикарном, хоть не самом огромном, шикарном салонете побывал. Я смотрю, мужик корясится. Он таскает огромные баулы такие, квадратные, пластиковые, прозрачные. А в них полно рыбы. Причем я глаза протер карасей. Думаю, да что-то чудеса. Может, что-то путаю. Старый рыбак. И тогда я взялся помогать. Они были тяжеленные. Мужик один надрывался. Их было штук 10-20. Точно не помню. Вот. Больше никто не помогал. Ехала команда немцев. Вот. Что интересно, мне было до того неприятно, пока садились в самолет, стоял дикий хохот. Десяток немцев хохотали. Хохотали так, что аж дайкоты. Вот. И мне почему-то казалось, что они над нами хохочут. Только я ни одного слова по-немецки не знаю. Ну, ладно. Перетаскали мы вдвоем. Туда, в передний салон, в отдельные, как бы сказать, там, этот самый, престижный. ВИП, салон, все эти баулы. Так. И самолет взлетел. Ну, мужик, конечно, очень мне благодарен. Влетим в Эферсон. А дальше, кажется, чуть ли не ко мне рядом там. А я знаю, там машины в Новокаховке, такое было не раз, делают квадрат из скамеек. И из этого самого, из грузовика, прямо с самосвала, живых, живых, карпа Великая Россия, выгружают прям живыми. Прямо на дорогу, на улице. Прямо посреди тротуара. И рубль, килограмм, быстро-быстро это все продается. Здорово. Вот. И вот он мне расскажет такую вещь. Существует практика обновления крови. То есть, он за валюту покупается в Китае, а может за рубли, покупаются в Китае эти самые караси, причем караси дикие, дикие. Их отлавают специально дикие, из диких прудов. Зачем они нужны? И, оказывается, каждые несколько лет, занимаясь близкородственными связями, так, простите слово инцест в этом самом, и о последствиях в энциклопедии, занимаясь близкородственными связями, они начинают быстро портиться. У них, они покрываются язвами, они слепнут. Вот. В общем, теряют товарный вид. И тогда в эти пруды же, в эти же, казалось бы, их надо вообще выбрасывать, пруды очищать и по новой заполнять. И запускают вот из этих баульщиков, по принципу баул на пруд, запускают карасей со следующего года. Карасейка, это он мне рассказывает на полном серьезе, мужик, специалист. Чуть не назвал его ихтиадром. Биолог, ихтиолог, да. Пусть будет ихтиолог. Вы представляете такую картину. Я до сих пор, я тогда был, мало понимал, и не был такой, как сейчас, любознательный. Вот сейчас бы я спросил, а как за один год? Ведь надо, чтобы они от нерестелись, выросла потом, что здоровая. Вот. А может быть, они как-то напрямую влияют. А может, правда, надо 2-3 года на то, чтобы оздоровить пруд. Но ведь денег не залет, но и действительно существует такая практика. И тогда я вспомнил про эти же несчастные вишни. Вы видели мои вишни? Они абсолютно здоровы. Сейчас я вас еще проведу. Вот, да пошел дождь, я боюсь, это аппарат промокнет. Вот и дождь идет, слышите? Вот такой слабый, нудный. И вот, вот скоро кончится, кстати. И вот получается, что там, в Европе, вишни испорчены напрочь. Мне кажется, вторая существенная причина, после того, как их бесконечно режут, вторая существенная причина, это близкородственные связи, инцесты. То есть, они все родственники. И вот. И они из-за этого деградируют, становятся беззащитными. У них теряется гуманитет, они становятся беззащитными. Вот этот момент я хотел отразить. Еще ладно. Не знаю, я сейчас руку выставлю. Я боюсь. Или перерыв сделать. Или, вот прямо сейчас хотел показать вам свой, это. Да ладно, я их показывал не раз. Давайте подведем виток. Итак, близкородственные связи. Значит, свежая кровь. Значит, мои вишни. То, что вы видели, там слабенький урожай, потому что там это. Это поле для экспериментов. А вот тут вот, где у него взрослые деревья. Отсюда вы не увидите. Ой-ой-ой. Отсюда видны эти самые... Ага, вот они, видите? Видите? Ну, кто-то... Привет. Приезжайте. Продолжение следует...